МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот эту звуковую открытку записала моя бабушка, будучи на отдыхе в Абхазии в конце 50-х годов на Черноморском побережье. И что-то мне подсказывает, что с тех пор там, в Сухуми, в Гагре, в Питсунде ничего особенно не изменилось. У меня есть возможность это проверить. И вообще, я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен так или иначе провести хотя бы один зимний вечер в Гаграх. Что же, в путь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абхазия. Край живописных гор и вечной зелени на берегу Черного моря. Мягкий морской климат, солнце, который ярко светит почти круглый год, живописные горные пейзажи привлекают туристов и просто отдыхающих до всех концов Советского Союза. Сухуми, или как называют свой город амхазцы, Аква, столица Амхазии. Центральный вокзал Сухума. Когда-то он принимал миллионы гостей со всего Союза, из братских стран, социалистического лагеря. Сейчас сюда иногда приезжают автобусы из Краснодара, Ростова, конечно же, Сочи. В данный момент нет никого. Добро пожаловать в зимний Сухум. Меня зовут Алекс Дубас. Я люблю путешествовать в межсезонье. Без толчаи и суеты настоящую жизнь города можно прочувствовать только растворившись в нем. В этом есть своя прелесть. Пустынные пляжи, много времени для того, чтобы побыть наедине с собой. Тебе никто не мешает, нету шумных туристов и очередей, местные жители сонные и расслабленные. Гостиницы пусты, и поэтому цены на проживание в них вполне дружелюбные. Чтобы лучше узнать и понять город или страну, нет ничего лучше, чем познакомиться с местными жителями. Но вот с этим, кажется, в пустом утреннем зимнем городе здесь большие проблемы. Сухум, столица Абхазии, на улице зима. Город пустой, пансионаты закрыты, на улицах никого. Это главная набережная, как видите, нет ни одной машины. Самое время почувствовать дух города. Города для своих. Что я и собираюсь сделать. Страна изолирована. Маленький прибрежный кусочек земли на берегу Черного моря. С одной стороны граница с Грузией, с другой с Россией, сверху горы Кавказа, снизу море. И все. Российская граница не очень спасает. Несмотря на то, что российский МИД выдает жителям Абхазии загранпаспорта, для того, чтобы им полететь на уикенд в Париж или, скажем, к родственникам в Америку, нужна российская прописка. Россияне же могут пересекать Абхазскую границу абсолютно беспрепятственно. Вопрос только в количестве времени, которое вы проведете на единственном пограничном пункте, который расположился как раз посредине между Сочи и Гаграми. Сейчас эта процедура занимает полчаса. Летом, говорят, можно простоять и несколько часов. Послевоенное восстановление идет медленно. Блестят фасады только немногих, в основном, государственных зданий. А на стенах некоторых домов до сих пор видны следы от пуль. Печальная примета современности. Памятная табличка о том, что в этом здании издавали большевистскую газету. Смотрите, есть надпись на русском языке, на абхазском, а вот грузинские буквы тщательно затерли и зашпаклевали. А вот единственный снег, который нам довелось встретить в Абхазии. Напоминание о том, что все-таки зима. Воздушные трассы, железные автомобильные дороги соединяют Сухуми со всеми уголками Советского Союза. Город вздопает в зелени летом и зимой. На старой кинопленке здание Абхазского национального театра с красивым адресом Пушкина-1. Сейчас фонтаны не работают, спектакли играют на гастролях, но вовсю идут строительные работы, так что жизнь здесь бурлит. Это здание было построено в 1912 году как гранд-отель и маленький театрик на 300 мест, который к нему прилагался. Здесь же были рестораны, здесь выдавали на прокат роскошные автомобили и была целая площадка для скитинг-ридинга. В начале 20 века так называли катание на роликовых коньках. Государственный Абхазский театр сейчас разрушен. После войны он реставрируется, но в этом и есть свое очарование. Как будто ты оказался в каком-то интересном фильме. И улиц Цезарь. Здесь давали Юлия Цезаря, старые журналы, советский экран. Удивительное ощущение. Ты один в огромном помещении. Никто не спросил меня, зачем я здесь, почему выхожу на балкон. Впрочем, у меня здесь назначена встреча с художественным руководителем театра. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень кимитографично здесь, Валерий Михайлович. Это я к тому, что в разрухе даже есть своя прелесть. Да, но какой-то секрет здесь существует. Дело в том, что здание само по себе чудесное, прекрасное у нас здание. Можете представить по объему, по архитектуре. Но тем не менее, когда вот эти оголяются кирпичи, потолок там оголяется, заново все это капитально, когда возобновляется в процесс, сам по себе процесс, какие-то секреты появляются, какой-то шарм появляется. Ну, с другой стороны, конечно, мы разживем в жизни, лучше искать прекрасное, не в безобразном, а в каких-то, я не знаю, других высоких вещах, момент жизнеутверждения, что ли, созидания. Вот там пусть будут конфликты, там пусть будет трата какая-то. А что вот вы нам посоветуете, нам, приезжим, посмотреть в Сухуми? Куда сходить? Вот какое для вас главное место города? Интереснее с природой сухумчан познакомиться. Вот, вот. Я думаю, что это вот напротив нас кафе. Там шахматы играют, кофе пьют, ну, там нарды играют, домино играют. Там собираются. Ну, и здесь, и я туда хожу. Так что... Это та самая знаменитая Брехаловка? Да. Ну что же, в Брехаловку, так в Брехаловку. Про эту кофейню с говорящим названием упоминается в единственном современном путеводителе по Абхазии. О нем пишут в интернет-форумах, туда советуют зайти все друзья. Поскольку находится оно прямо на набережной, то я могу неспешно прогуляться и отметить важное место для любого российского путешественника. Правда, получилось это у меня не с первой попытки. А вот здесь произошло очень важное событие для меня и моих коллег по телеканалу «Моя планета». 1953 год, городской пляж Сухум. Здесь отдыхает мальчик Юра Синкевич со своими родителями. Каждый день он плавает под водой. Издержки профессии. Повторю попытку. Каждый день он плавает под водой в маске, которую самолично смастерил из папиного противогаза. И это восторг, восхищение. Подводный мир, потому что, конечно, никаких фильмов Капитана Кусто тогда не было. В один прекрасный день Юра Синкевич находит под водой прямо здесь большую древнегреческую стелу. Настоящая античность, барельеф. Выбегает на пляж. Здесь отдыхают летчики. После войны в Корее помогает ему достать эту стелу. И первая находка, первое открытие нашего будущего великого путешественника. Теперь эта стела находится здесь, в городском Кривейческом музее. Но мы ее с вами посмотреть не можем. Музей закрыт. Не сезон. Закрыт не только музей, но и многие другие учреждения. И хотя гостеприимные абхазские друзья тут же берутся решить этот вопрос, кому-то звонят, чтобы открыли музей специально для нашей съемочной группы, я наотрез отказываюсь. Не сезон, так не сезон. Все должно быть по-честному. Тем более, что почувствовать город лучше всего через его жителей. В Ирхаловке меня ждет фотограф Ибрагим. Привет, Ибрагим. Приветствую, приветствую. Кофе? Спасибо. Легендарный кофе из Брехаловки. Да. А чем она знаменита? Ну, тут можно узнать все последние новости. Мировые. И их трактовка, что очень важно. Ну, а потом эти столики, они сегодня из-за погоды пустые. А то обычно тут заседают наши доминошники, шахматисты. Ну, у доминошников большое событие. Они вот, это вот случай того, как из Брехаловки можно перерасти в чемпионат мира. Вот у наших доминистов это получилось. Потому что они начали здесь играть, потом подали заявки на участие в чемпионатах мира. И стали ездить. Вначале были сотни, потом в двадцатку. А вот в октябре этого года даже чемпионат мира по домино будет проходить в Сухуме. То есть, и это начиналось здесь, да? Это все начиналось здесь, и здесь тренировки проходят. И поэтому это такое место, мы пример того, как может чудо состояться, спортивное. Сколько здесь живет человек? Ну, до войны жило, по-моему, тысяч 250-300. Но в летний сезон мы увеличиваемся в два раза. То есть, у нас такой сезон демографический бывает наплывы и отливы. А кофе летом становится дороже? Нет. Нет. А продукты? Ну, не сильно. Из-за блокад у нас цены чуть выше на какие-то виды продуктов. А на местные продукты достаточно стабильные цены. Собственно говоря, мы курорт, может быть, не самым лучшим сервисом, но мы курорт с экологическими продуктами хорошими. И такой русскоязычный. Это вот такие наши основные бренды. Даже был такой лозунг после войны, когда стали первые туристы опять появляться. Абхазия забудь и рай. Мне очень понравилась Брехаловка. Надо сюда вернуться, когда будет чуть-чуть потеплее. Посмотреть на знаменитых доминошников. Конечно. А пока я могу пригласить к тебе в студию. Там вид шикарный. С удовольствием. И там теплее. Кто же отказывается от таких предложений? Не пугайся. У нас тут пока ремонт идет, поэтому это мандарины этого сезона, пожалуй, все. Что-то они сморщины какие-то. Это они такие художественные, наоборот. Они задумчивые мандарины. Объясни мне, кто такие абхазцы? Ну, для меня это очень важный вопрос, кто мы такие. Потому что нас очень мало. Мы на перекрестке историческом, географическом, конфессиональном. То есть и миллионы наций исчезли, не дожили до 21 века. Мы как-то выжили, но мы постоянно по краю пропасти проходим. То есть, вольно или невольно, думаешь о том, что мы для чего-то нужны цивилизации, Всевышнему. Ипрагим задал риторический вопрос. На него нет ответа. Да он, наверное, и не нужен. Но в этом вопросе есть главное – надежда на будущее. Ну что же, пора навестись в Гагре. Первый же игровой фильм, снятый здесь, прогремел на всю страну. Веселые ребята. Может быть, это и наложило отпечаток на следующий этап в судьбе города. Безудержное веселье, расслабленные курортные настроения, южный флирт и деколитр вина. Сейчас здесь все несколько по-другому. Хотя архитектурные памятники с открыток и из кинофильмов по-прежнему узнаваемы. Ну что же, на дворе зима. В это сложно поверить, но это зима, южная зима. Гагры. И сейчас вечер. Улица, фонарь на углу аптека, полный комплект. На всей архитектуре курорта лежит печать былой роскоши. Вот этот неуловимый флёр. Потёртое здание, скособоченные лавочки. И вокруг ни души, ни единого человека. Но это и неплохо. То самое время, когда лучше всего побыть наедине с собой, подумать о главном, что-то сочинить. Спокойная бухта и набережная, усаженная агавой, пальмами, лимонными и апельсиновыми деревьями, кипарисами, ворчащее море – всё это настраивает на лирический лад и размышления о сущности бытия и переплетении судеб. Следующий пункт моего одиночного плавания по зимней Абхазии – знаменитый обезьянный питомник. Тем более, что когда-то он произвёл на мою бабушку неизгладимые впечатления. Она потом любила вспоминать, как обезьянка вырвала у неё из рук пакет с конфетами. Привет! Здравствуйте! Ну что, это знаменитые обезьянки? Да нет, уж это другой вид. Другой вид. Но, пользуясь моментом, вы можете приобрести как раз-таки корм для них. Давай, но здесь никого нет. Сколько это может стоить? Не знаю. Слушай, славная абхазская история, когда можно оставить деньги. 50 рублей, наверное, достаточно. Достаточно, конечно. Да? Да. А сколько их здесь обезьянки? Трудно сказать, сколько здесь особи конкретно, но около 150. А пород? Порода около 6. Насколько мне известно, в основном макаки. Это кто у нас здесь? У нас представители макак, можно так сказать. Любители поесть. Я вот маленькому дам. На, Малышка. И тебе дам, конечно. Это целая семья. Если не ошибаюсь, японский макак. А не пьют вино, как и все абхазы? Ну, это трудно сказать. Ну, насчет вина есть свои исключения, можно сказать, в истории Абхазии. Ну, все знают, что именно в Абхазии были различные виды религии. И вот во время исламизации это была единственная страна, в которой можно было пить вино, тем не менее поддерживая исламскую религию. Это кто же такой разрешил? Ну, был один, можно сказать, султан, имя которого я сейчас уже затрудняюсь ответить. Ага. Но, тем не менее, такой факт был. Удивительно, конечно. Удивительно. Это страна исключений. А какие еще исключения? Исключения? На, вот, орешки. Ну, лучше вам спросить, по ходу дела. А-а-а! Я предупреждал. Вот так вот. Я предупреждал. Ладно, ладно, ладно. Лучше не подходить. Все хорошо, пожалуйста. Это все ваше. Для вас и покупалось, между прочим, дорогие обезьянки. В знаменитом сухумском обезьяне питомнике жителей сейчас намного меньше, чем до войны. Во время боевых действий клетки были открыты, и наши предки разбежались по окрестным лесам. Туристов нет, не сезон, мартышки оживляются, радуются редкому гостю, может быть, первому за день. На груди у них порядковые номера, нанесенные несмываемой краской. Еще и сейчас в лесах встречаются особи с цифрами на груди. Действительно, страна исключений и парадоксов. Покормив братьев наших меньших или старших, невероятно захотелось есть самому. Мамалыга, чачи, хачапури, домашнее вино. Рассказывать об этом не имеет никакого смысла. Нужно приезжать и пробовать. И здесь очень важно отметить, не нужно путать комфорт с гостеприимством. Это совершенно разное явление. Вот тут путеводители не врут. В Абхазии тебе, как гости, выделят лучшую спальню, не отпустят голодным, уделят тебе столько времени, что, может быть, ты даже почувствуешь усталость от такого бесконечного и вселенского гостеприимства. В Абхазии, в Абхазии. Я пью за честь, я пью за совесть, я пью за то, чтобы поколения были лучше своих родителей. Мой отец, когда брал тост, он говорил, пусть дети, сыновья будут лучше своих отцов, дочери будут лучше своих матерей. Дай Бог, чтобы это было в Абхазии. Я так пью и говорю за всех, кто живет, не только за Абхазии. Странное утреннее состояние после абхазского гостеприимного застолья. Ноги сами отправляются в Брехаловку. Организм требует свежего морского воздуха и чашку крепкого кофе. У нас есть уникальная возможность снять Брехаловку изнутри святая святых. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алик, Леха. У меня Алекс. Очень приятно. Я слышал, что у вас есть именные чашки. Есть. А покажите нам, пожалуйста. Чуть ли не чашка президента даже, да? Вот она. Пожалуйста. Подержите, подержите. Вот. А чьи еще есть? Чьи есть всех рядовых граждан Абхазии. А Медведев из какой пил? Медведев тут у нас очередь за ним стоит. Никому не показываю, никому не даю. Спрятанный там в сервизе. Вот Арвелот Тарба. Танцер. Танцует в Кавказе. Это его брат Кандид Тарба есть. Алик Арджиния. Ваня Сангулия. А там даже подписано. Джума Ашба. У кого подписано? Вот это у нас уникальный товарищ. По кличке Черчилль. Фантомас вон. Русь сидит в спортивной семье. Вот это его, Черчилль, его кличка. Похоже, кстати. Похоже, очень похож. Так что у нас все, кто хочет, имеет свои чашки. Масик Агарба. Даура Агарба. А неужели это выгодно? 15 рублей кофе. Выгодно, невыгодно. Нам это устраивает пока. Как-то выкручиваемся. А летом, летом дороже? Нет. Наоборот, я с приезжих меньше деньги беру. Вечитываю их дорожные, транспортные. Расходы. С местных беру по 15, с приезжих по 10. Это сезон. Ну, с меня 15 взяли. Ну, пока сезона нету. При Халовке мы познакомились с майором Ризо, который любезно нас согласился довезти до озера Риц. За что ему большое спасибо. Спасибо. Поедем с ветерком, но без мигалки. По дороге майор Ризо рассказал о том, какой разнообразной бывает абхазская чача. Мандариновая, виноградная. Сам же он не производит пока никакую. Это удел пенсионеров. Он же еще слишком юн для таких занятий. А вот его отец делает превосходную чачу из инжира. Удачи. И вам удачи. Счастливо. Моя планета, моя Абхазия. Восхождение к горному озеру Рицо – это настоящий путь самурая. Но после серьезного застолья в порядке реабилитации этот путь проделать необходимо. Женщины абхазских, что продают здесь, у Голубого озера, вино и чачу, рассказали мне, что летом тут настоящее столпотворение. Люди стоят в очереди, чтобы попасть на этот островок. Фотографируются с павлином, с ручным медведем, шум, гам. А сейчас зимой тишина, покой, благодать, никого нет. Кажется, что это и называется раем. Чем выше поднимаешься, тем становится все холоднее и холоднее. Странно, что фильм «Властелин колец» снимали в Новой Зеландии, а не здесь, потому что вот они – настоящие декорации для оживления эпических легенд, для подвигов героев. Странно. Эльфы, за мной! Ну вот и первый снег в нашем фильме. Хотя правильнее сказать последний. Зима в Абхазии непродолжительна, и этот горный также вскоре растает. Это невероятная красота. Снежные шапки вершин сливаются с облаками, и уже не разберешь, где заканчиваются горы, и начинается небо. Смотреть и смотреть. Я провел зимний уикенд в Абхазии и ни на секунду не пожалел об этом. Тишина и покой, пустынные пляжи и неожиданные встречи, чистейший воздух и мудрое море – вот слагаемые для настоящей перезагрузки – эмоциональной и физической. Будто бы тебе приснился прекрасный зимний сон, и ты проснулся бодрым, счастливым и немного грустным. Субтитры создавал DimaTorzok